Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Фраза «Время платить налоги» способна вывести из равновесия кого угодно. И не потому, что платить не хочется, разобраться трудно. О тонкостях законодательства и ближайших важных датах будем говорить с гостем студии, и заместителем руководителя УПНС России по Рязанской области Алексеем Лощеновым. 25 октября важный для жителей города Рязани день. День открытых дверей. Собственно, там, где мы можем узнать все, что мы недопоняли, потому что служба у вас очень непростая, а нам-то, обычным жителям, еще труднее разобраться. О чем мы можем спросить, что узнать, как это все будет выглядеть? Ну, я напомню уважаемым телезрителям, что на протяжении текущего года налоговые органы направили налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов физическими лицами. Какие это налоги? Это земельный налог, транспортный налог, налог на имущество физических лиц. В каждом налоговом уведомлении владелец налогооблагаемого имущества увидит дату, единую дату, единую срок уплаты налога. Это 5 ноября. Если у вас возникают вопросы по содержанию налогового уведомления, если есть необходимо заявить налоговую льготу, уточнить содержание налогового уведомления, именно с этой целью проводится общероссийский день открытых дверей во всех налоговых инспекциях, в том числе и в налоговых инспекциях нашего региона. В этот день мы подготовили специальную программу для налогоплательщиков, касающуюся разъяснения возможностей использования интернет-сервисов Федеральной налоговой службы, чтобы уже в дистанционном режиме обращаться за уточнением налоговых обязательств. Презентуем порядок заполнения и взаимодействия с налогоплательщиками по вопросам использования налоговой льготы. Обязательно поработаем с каждым налогоплательщиком на предмет уточнения налоговых обязательств, если это необходимо сделать. Но главное, на что я хочу обратить внимание, конечно, прежде чем вы соберетесь в налоговую инспекцию, а этот удобный субботний день выбран не случайно, с 9 до 18 часов, повторяю, двери наших налоговых инспекций будут открыты для владельцев налогооблагаемого имущества, наверное, дома целесообразно посмотреть по тем или иным вопросам интернет-сервис ФНС России, скажем, уточнить ставку налога, если возникает необходимость в этом, уточнить наличие права на использование налоговой льготы, ну и так далее. На сайте налог.ру такая информация в интерактивных сервисах ФНС России, она присутствует. Поэтому День открытых дверей проводится либо для тех, кто еще не успел воспользоваться интернет-сервисами службы, либо для тех, у кого возникают вопросы по содержанию налоговых уведомлений в преддверии единого дня оплаты налогов 5 ноября текущего года. Соответственно, такая общеинформационная федеральная акция, которая будет проходить и в нашем регионе. Давайте теперь о второй важной дате. 5 ноября нужно тоже во многом разобраться. Я думаю, что даже День открытых дверей не спасет большинство. Мы налоговые уведомления в этом году направили в объеме 787 тысяч налоговых документов, то есть значительное количество налогоплательщиков. У нас рост общего количества налогоплательщиков в порядке 5,6%. Соответственно, в целом, мы планируем мобилизовать имущественные налоги физических лиц, консолидированный бюджет Рязанской области. Налоги, они идут именно в муниципальный бюджет, в региональный бюджет, то есть на развитие, в том числе решение социально-экономических вопросов нашего региона. Так вот, мы планируем мобилизовать более 1 миллиарда рублей налоговых платежей. Поэтому было значительное время, мы за 36 дней до наступления срока уплаты всем налоговое уведомление отправили, было время разобраться. Я вам скажу больше, что большинство налогоплательщиков уже исполнили свою обязанность по уплате налога, они получили налоговое уведомление в августе-сентябре. Поэтому, если остались еще какие-то вопросы для того, чтобы после 5 ноября не образовывалась недоимка по налогу, не стали исчисляться уже пени за каждый календарный день просрочки исполнения налогового обязательства, очень чревато неисполнение в срок, установленный законом этой обязанности, конечно, целесообразно налогоплательщикам воспользоваться все-таки такой возможностью, повторяю, что если есть еще какие-то вопросы, требующие разрешения у налоговой службы. В целом, я должен сказать, что к нам такое количество обращений налогоплательщиков поступают, они составляют менее 1% от общего объема направленных налоговых уведомлений. Ну, разные вопросы, в том числе и те, которые я перечислил о льготах. Ну, они появляются каждый раз, когда меняется законодательство. Собственно, давайте об этих изменениях поговорим, кого они коснутся и на что нужно обращать внимание в первую очередь. Все, что касается текущей кампании, то все нормативные документы, связанные со ставками налога, связанные с элементами налоговой базы, они были приняты в основном в 2013 году. И в 2012 году перечисление налога, соответственно, за 2013. То есть здесь уже основной объем нормативных изменений, он прошел. И, собственно, не такие значительные они. Скажем, вот по транспортному налогу ставка у нас не поменялась по сравнению с предшествующим налоговым периодом. Мы сейчас отчисляем налоги, напомню, за 2013 год, 2014. А вот если говорить о перспективе, о ближайшей перспективе, которая может коснуться налогоплательщиков уже с 2015 года, то сейчас достаточно активно обсуждается вопрос на территории нашего региона о целесообразности перехода к исчислению налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости. В чем будет разница основная? Ну, нужно сказать, что вот налог мы сегодня платим по инвентаризационной стоимости в отношении объектов капитального строительства, квартиры, жилые дома, гаражи, иные строения, сооружения. Сама инвентаризационная стоимость, она морально устарела. В чем причина? Уже несколько лет не проводится техническая инвентаризация с определением инвентаризационной стоимости по объектам капитального строительства. Ну, скажем, вот последнюю информацию по инвентаризационной стоимости мы получали до 1 марта 2013 года. Просто законодательство так устроено сегодня, что для государственной регистрации, для кадастрового учета не требуется проводить техническую инвентаризацию. Нет инвентаризации, нет инвентаризации, нет инвентаризации, нет налоговой базы. Сколько всего таких объектов, которые не вовлечены в налоговый оборот? Более 27 тысяч. Поэтому вот интервьюционная стоимость, соответственно, по тем объектам, по которым она ранее была определена, это такое, если хотите, понятие больше доперестроечных времен, когда определялась восстановительная стоимость объекта, соответственно, и умножалась на коэффициенты, и исходя из этой стоимости исчислялся налог. Что такое кадастровая стоимость? Это массовые оценки, приближенные к рыночной стоимости, стоимость вашего имущества. Но тоже здесь нужно понимать, что федеральный законодатель не спонтанно, не сразу, не резко обрушивает на налогоплательщиков такое увеличение налоговой нагрузки. Есть определенные социальные стабилизаторы. То есть режим перехода к исчислению налога от кадастровой стоимости, он предусматривает три главных стабилизатора. Первый, сохранятся все льготы, которые действовали ранее для налогоплательщиков, которые платили налог по интересной стоимости, пенсионеры, инвалиды, военнослужащие и так далее. Льготы будут предоставляться только по одному объекту, причем не используемой в предпринимательской деятельности. Второе, законодатель специально установил при исчислении налога от кадастровой стоимости так называемые вычеты из налоговой базы. Предположим, у вас квартира 60 квадратных метров, по квартире 20 квадратных метров будет необлагаемой налогом, по комнате 10 квадратных метров, по жилому дому аж 50 квадратных метров. Еще один такой особый социальный стабилизатор. Если величина налога по кадастровой стоимости больше, чем величина налога по интервьюционной стоимости, будет применяться в первом налоговом периоде, скажем, если решение будет принято о переходе к исчислению налога в 2015 году, снижающий коэффициент 0,2. Поэтому за счет этих социальных стабилизаторов и перехода к более справедливой оценке имущества, конечно, мы предлагаем, и сегодня этот вопрос рассматривается в правительстве Рязанской области, перейти нашему региону к отчислению налогов от кадастрой стоимости. Сколько всего регион может получить дополнительных налоговых доходов? Вот только один город Рязань, городской округ Рязани, если будет принято такое решение, с 2015 года мы перейдем к отчислению этого налога, а администрировать мы будем в 2016 году, на следующий год по истечению налогового периода. Вот только по городскому округу Рязани, учитывая, что здесь достаточно интенсивное строительство идет и приобретение объектов недвижимости, мы получим дополнительный бюджет более 110 миллионов рублей. Решение принимается о переходе к отчислению этого налога Рязанской областной думы по единой дате. То есть во всех муниципальных образованиях, если наши депутаты, соответственно, сочтут необходимым, мы перейдем к отчислению этого налога в соответствии с законом Рязанской области уже от кадастровой стоимости. Вот эта перспектива завтрашнего дня. У нас очень много субъектов малого предпринимательства. Что грозит им? Я вам хочу сказать, что если мы говорим о налоге на имущество уже организации, переходим от физических лиц к юридическим лицам, то здесь тоже произошли существенные изменения в налогообложении. Уже принят закон о внесении изменения в закон о налогах на имущество организации. Значит, в чем суть этих изменений? Значит, по объектам административно-делового и торгового назначения, торговым центром, исчисление налога на имущество организации будет осуществляться от кадастровой стоимости. Но нужно понимать условия. То есть здесь мы переходим от среднегодовой, соответственно, уже тоже к кадастровой стоимости, приближенной к рынку. Какие-то условия. Мы долго их обсуждали с правительством, с депутатами Рязанской областной думы. И в итоге какие были приняты взвешенные, повторяя, во взаимодействии и с субъектами, в том числе бизнеса, общества, взвешенные решения. Значит, первое. Переход к исчислению этого налога от кадастровой стоимости налога на имущество организации по этим объектам будет осуществляться с 2016 года. С 2016 года. Общая ставка будет организации, которая применяет общий режим налогообложения, 2%. А вот для тех субъектов малого бизнеса, о которых вы как раз сказали, у которых есть административно-деловые здания или торговые центры, торговые комплексы, установлена льготная ставка налога в 1%. Поэтому для них, соответственно, действует особый режим налогообложения. И речь идет об организации, которые применяют специальные налоговые режимы. И обратите внимание, что законодательным сознательно принято решение, соответственно, о так называемых переходном периоде. Что в 2015 году у нас сохраняется возможность исчисления налога по средней годовой стоимости у организаций, использующих общую систему налогообложения. И, соответственно, в 2015 году по-прежнему те организации, которые используют специальные налоговые режимы, они налог на имущество платить не будут. Поэтому здесь, конечно, тоже регион посмотрел, насколько экономически эффективно. Ну, вот я буквально еще одну цифру тоже скажу, что планируется дополнительно мобилизовать в бюджет от этого налога, исчисляемого по кадастровой стоимости по имуществу организации, в первый год применения более 74 миллионов рублей. Что бы вы посоветовали нашим телезрителям? Вот всем категориям, которые мы сегодня упомянули, если кратко, если что-то забыли, если что-то не поняли, может быть, стоит сейчас куда-то обратиться, чтобы не сделать ошибку. Конечно, конечно. Если по-прежнему остаются вопросы, касающиеся содержания ваших налоговых уведомлений, ваших налоговых обязательств, ну, во-первых, конечно, это интернет-сервис ФНС, это и личный кабинет налогоплательщика, но если нет возможности, нет времени зарегистрироваться в личном кабинете, хотя это очень просто сделать, вы получите пароль в каждой налоговой инспекции, ожидание не более 20 минут составляет. Но, тем не менее, также с сайта ФНС России есть сервис «Обратиться в налоговые органы Российской Федерации», там достаточно указать опорную информацию об имуществе, идентификатор, кадастр, регистрационный номер машины, пожалуйста, и сведения о налогоплательщике. Направить соответствующее обращение, если еще что-то непонятно. Главное, если не получено налоговое уведомление и есть налогооблагаемое имущество по каким-либо причинам. Мы постарались в этом году эту ситуацию минимизировать, а не, повторяя, менее 1%, но тем не менее, то есть вовремя проинформировать, чтобы мы сформировали налоговое уведомление и отправили вам, чтобы не было неожиданностью в следующем году, что мы за несколько налоговых периодов можем пересчитать. Ну и если по-прежнему остаются какие-то вопросы, они требуют личного разрешения налогоплательщикам с участием налогового инспектора, день открытых дверей, 25 октября. Время платить налоги. Спасибо за эту встречу. Я напомню нашим телезрителям, что если вы что-то пропустили сейчас, смотрите на нашем сайте город62.тв. Это была программа подробностей. Удачи и до новых встреч в эфире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин